утренний гость и сейчас бы баклажаны да с маминой грядочки да еще бы мама их и приготовила тогда было бы вдвойне вкуснее да 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 абсолютно согласна поэтому друзья завтракайте правильно ну и включайте правильный канал и правильную программу здесь мы с вами будильники шоу максим попал англицина и еще один гость утренний гость певица автор и исполнитель яркой личность нашего города ольга пеганова доброе утро доброе утро оль ну и поближе познакомимся с нашими телезрителями небольшой блиц отвечать быстро просто и не раздумывая какой завтрак у тебя был сегодня если бы не певица кем бы ты стала ведущей отлично без какого приложения в телефоне ты не можешь обходить инстаграм почитать книгу или сходить в кино почитать книгу а вот какой сверхъестественной способностью ты хотел бы обладать наверное видеть сквозь стену может быть не знаю не знаю максим не знаю надо подумать а если у тебя какой-то кумир либо человеком кого-то равняешься громко будет сказано но наверное мои родители а с кем бы хотелось перед дуэте стар фабиан здорово я сейчас вспоминаю ее песни красивые но и олины тоже песни вспоминаю мы сейчас пойдем сегодня обязательно но это чуть позже но пока почему не позавтракала то как так случилось я знаете женщина когда мама и надо собрать всех своих детей и порой она просто забывает покушать элементарно потом вспоминает думаю уже поздно уже где-нибудь находится на улице или еще где-то гуляет на прогулке не успела я покушать ну чего мы тебя обязательно чайком вкусным угостим в перерыве ну а пока оль вдвойне мама уже мы тебя поздравляем недавно совсем стало ну и не только мама при этом еще и певица как ты все успеваешь как потому что не уходя ни в какой декретный отпуск наблюдая за твой любимый соц сетями instagram как говорится ты везде ну конечно это может быть кажется что успеваешь все и везде на самом деле конечно дается не очень легко многие моменты бывают даже очень сложными хочется сходить их кино хочется куда-то съездить отдохнуть с друзьями а теперь вдвойне мама это вдвойне сложно я стараюсь я очень стараюсь не забывать о том что я тоже женщина у меня тоже нужно свое личное время стараюсь находить время хотя бы час-два для себя любимой но хочется пожелать всем женщинам чтобы они вот не забывали любить себя потому что если женщина любит себя если она дает себе право на отдых то и семья чувствует себя очень хорошо семье все гармонично спокойно а если женщина неврозе так скажем то семье тоже очень как бы сложно поэтому женщины милые пускай у вас один ребенок двое трое не знаю сколько хочется вам любить себя вот и все будет отлично и завтракать и завтракать и завтракать и завтракать это очень важный вообще элемент дня потому что если ты завтракаешь грамотно то заряд бодрости на весь день обеспечен завтракать очень важно на самом деле что еще важно для артистки вот но понятно что позавтракать выспаться как для любого другого человека сейчас там смотрят наверняка люди которые любят твое творчество твой образ твой и хотят стремиться тоже стремятся на сцену что для артистки необходимо делать знаешь максим мне кажется что главное не зацикливаться на том что кто-то лучше или думать что с кем-то себя сравнивать постоянно думать что вот вот этот артист он очень крутой яркий шикарный голос образ да отлично что он шикарный что он крутой но искать фишки себе находить их цепляться раскрываться пускай может быть не настолько грамотно и профессионально ты допустим поешь или круто танцуешь или выглядишь как-то круто но наверняка в каждом артисте вокалисте есть какая-то своя изюминка не забывать об этом и мне кажется все горизонты будут открыты как давно ты это поняла не так давно и даже мне кажется порой я забываю об этом что у меня есть свой какой-то изюм как ты начинаешь заниматься самокопанием думать что что-то в тебе не так не так с кем-то себя сравнивать это мне кажется всегда бывает не бывает такого всегда все я хороший готовый артист совершенствование нет как говорится предела всегда есть над чем работать и поэтому когда там у меня приходит осознание того что да я грамотный талантливый артист проходит два дня я все это что есть над чем работать поэтому надо работать работать и совершенствоваться мне кажется это и хорошо даже если бы ты пришла к тому осознаешь то все герамот почему в qualche и принимать меня такой куда больше двигалась и вот видишь да всегда единому скинура стены Temek кажется вы как люди творческие с Аней, тоже знаете это, и постоянно над собой работаете, поэтому вот так. Оля, а кем хотела стать в детстве? И сбылось ли все? Вспомни. Ой, ты знаешь, я в детстве вообще хотела, когда была маленькая, я хотела стать воспитателем в детском саду. Мне казалось, это такая милая работа. Сейчас, когда моя дочка пошла в садик, я увидела какой-то адский труд, как это сложно, насколько приходится воспитателем вкладывать в этих детей. Хорошим воспитателем, да, есть, конечно, разные воспитатели, но в приоритете воспитатели, они мало того, что разденут каждого ребеночка, должны смотреть, не вспотели ли они, дать им какие-то шарики для вырезания, чтобы никто себе пальцы не отрезал. Это колоссальный, конечно, труд быть воспитателем, и я поняла, что зря я хотела им стать. Наверное, из меня бы не получился грамотный воспитатель, потому что я просто начала бы нервничать, как бы, еще что-то. Ну, вот я хотела стать воспитателем. Мне казалось, что это очень крутое, вообще, такое род деятельности, что я буду ходить такая вся в красивых туфлях, красивых платьях, буду командовать, все меня будут слушаться. Я купила красивые туфли, красивый платье. Почему-то мне казалось, что они очень красивые такие все воспитатели. Добавилась красивая прическа, яркий мейк, и ты уже на сцене. Да. В какой момент ты поняла, что все, я здесь, я на своем нужном месте? Вообще, у меня пример очень яркий, это мой папа, который всегда был очень известной личностью в нашем городе. Он писал песни, выходил на сцену с микрофоном, ему все хлопали, и поэтому, почему бы и мне-то не запеть, тем более, как говорится, корни-то дали свое. Ну, папа стал мне писать песенки детские, то про котеночка, то про какую-то любовь школьную, то еще, и пошло-поехало. На сцену я стала выходить, наверное, с четырех лет. Мне понравилось. И я стала от этого какой-то ловить кайф, конечно, стеснялась, смущалась, но шло-шло-шло, и уже там в школе я какая-то звезда. Да, потом техникум тоже прям популярность, поклонники, грубо говоря. Я поняла, что мне это очень нравится. Я далее стала понимать, что у меня есть некий вкус, и я стала писать песни, стала писать стихи, стала петь свои песни, и, наверное, я тогда осознала, что это вот мое. Мне вот это нравится, петь свои песни, петь даже, может быть, чужие песни, но чувствовать, что у публики я приятно, что они меня аплодируют. Может быть, это какая-то такая некая звездная болезнь, да, что вот ты стоишь, и тебе хлопают, и тебе ты от этого ловишь кайф. Не знаю, может быть, это какая-то болезнь звездная. Но я стараюсь свою работу делать хорошо, чтобы не только было хорошо мне, но и публике, чтобы публика ушла довольная с концерта. Два вопроса сразу мне тебе хочется задать по этому поводу. Вот когда ты встала на сцену, ты помнишь этот момент. Как ты думаешь, ты сначала научилась говорить, потом петь, или сначала петь, потом говорить? И, исходя из этого, ты уже озвучила, что ты сама начала писать стихи, песни. Для тебя что важно в песне? Это слово, прежде всего, а потом музыка, или музыка, а потом слово? Потому что, ну, расхожее мнение, да, что такое песня? Симбиоз слов и музыки? Но, тем не менее, вторит они друг другу или расходится? По-разному бывает. Что для тебя это стихи? Вот чаще всего мои песни складываются, знаешь, как? Они складываются, ну, исходя из того, что я слышу музыку, и у меня рождается стих. Потому что у меня масса стихов, которые я пишу. Думаю, вот сейчас я напишу песню, потом придумаю музыку, и будет очень качественный материал. Как правило, эти стихи уходят просто куда-то там в стол. Их очень много. Когда мне кажется, что вот уже у меня стопочка песен, на самом деле не так. Слышу музыку, возникает эмоция, возникают какие-то воспоминания или просто какие-то мысли, и пошло. Вот. И чаще всего именно так у меня пишутся песни. У всех, наверное, по-разному. Вот у меня вот так. То есть музыка, и потом уже слово. Ну, давай про котеночка вспомни. Да, кстати, интересно. Котеночка, это ты про мою первую песню? Да, первая песня. Ты расскажешь нам, где она прозвучала впервые, в четыре года? Я даже помню, в чем я была одета, ребят. Это было четыре года. У меня было шикарные штанишки, кофточка, в полосочку какое-то тут животное было. Я была так мила, и песня была, котеночек мой миленький, куда ты... Убежал петь? Котеночек мой миленький, куда ты убежал? Ты был такой красивенький, всегда со мной играл. Пушистый котенок, о-о, пушистый котенок, о-о, пушистый котенок, о-о, куда убежал? Мой милый тигренок, о-о, мой милый тигренок, мяу-мяу. Мой милый тигренок, куда ты пропал? Вот такая песня. Слушай, это хит, во-первых, во-вторых, я хочу сказать, что пап, ты какой молодец, он какие современные песни тебе писал. То есть он прививал уже... До сих пор актуально, да. Эстрадный вкус он тебе прививал. Я просто вспоминаю свое детство, когда мы пели всякие все вот еще старые песенки, они такие детские, мяу-мяу-мяу-мяу, а здесь вот прям подача такая, видимо, и манера. Ну, конечно, да, она еще была спета, вот этой вот маленькой девочкой с таким голосом, таким, котеночек мой миленький. Я тогда словила овации, такие глобальные. А ты словила вот этот кайф? Я не помню, я помню, что я все-таки боялась. Больше я помню, что у меня была какая-то паника, страх. Я даже не помню, как это было спета, и очень жаль, что в тот момент не было видеокамер, наверное, потому что не было, я бы глянула на это, как это было. Я просто, у меня племянница тоже 4, и она уже тоже выходит, поет. И я слышу, что она интонирует правильные ноты, но я не разбираю пока слов. Но тем не менее, я вижу, как это происходит. Статно, важно, берет микрофон, исполняет песни и нырка убегает сразу со сцены, потому что, видимо, все-таки вот так еще это происходит. Какая-то боязнь и неопределенность. Но хотя уже, видимо, любят дети в этом возрасте. Дочка моя очень любит. Внимание. Ей вот надо, чтобы все встали около нее, чтобы она, чтобы слушайте меня, слушайте меня. Она поет песенки там из мультиков, ей нравится, когда ее слушают. Ну правильно. Это нормальное явление. Ну у меня эстрада началась со стульчика, мне тоже нужно было, что меня слушали, мне даже дома аплодировали, и это был какой-то своеобразный кайф. Вот сейчас ты артистка, певица, ведущая в Чебоксарах. Хотела бы вот такого тоже творческого пути своим детям? Хотела бы, да, наверное, хотела, но может быть, даже чуть-чуть поглобальней, помасштабней, на гораздо больший уровень, допустим, чем наш город, потому что, конечно, если они захотят, мои дети, я буду только рада, потому что это очень яркая, яркий вид деятельности, это новые люди, это общение, это какие-то события, концерты, какой-то... Адреналин и эмоции. Все так кипит, не просто ты сидишь в офисе, не в обиду, как бы людям с 8 до 5, ведь и кому-то это тоже нравится, да, кто-то любит вот эту вот работу, документы, да. Стабильность. Стабильность, да, это тоже, как бы, имеет место быть, но поймут меня люди творческие, да, когда вот это все, концерты, выступления, аплодисменты, песни, свой материал, тебя любят, это круто. И если... Для девочки, наверное, новые платья, в конце концов. Причёски и макияж, да. Макияж, это всегда праздник. Ну, а что касается, вот ты работаешь на праздниках, и ты не дома. Как родные нормально реагируют на это? Родные реагируют нормально. Это сейчас вспомнила, мне кажется, Аня себя. Не дома, на праздниках. Да, ты как мама знаешь, что в этот момент очень важно, чтобы были люди близкие рядом. Супруг, бабушки, друзья. А вот сейчас, допустим, моя дочка находится с подружкой, которая не выспалась, но осталась с моим маленьким сыном. ценно, когда есть люди близкие, кому ты можешь доверить ребёнка своего. И большое им спасибо. Большое им спасибо, потому что, наверное, а как иначе? Потому что ставить на себе некий крест, да, или там просто говорить, что вот я мать, я должна воспитывать детей, и только. Я так не могу. Я стараюсь, чтобы у меня было, чтобы мне было удобно, приятно, комфортно жить, работать. Для меня всё важно. И семья, и моя работа. Тогда я буду счастлива, и тем самым будет счастлива моя семья. Друзья, о любви, о семье, о творчестве Ольга Пеганова сегодня у нас в гостях. Очень приятное, лёгкое, непринуждённое общение. Совсем скоро мы это продолжим, друзья, но пока что маленький перерывчик. А мы продолжаем наш эфир, утренний эфир «Будильники». Максим Попов, Анна Голицына, ну и замечательно наша артистка, вокалистка, исполнитель собственных песен Ольга Пеганова. Оля? Оля с ручкой, с листочком. Поясним, почему? Вот мы дали небольшое задание придумать песню. Я вот честно скажу, пошутила. А Оля всё это восприняла за чистую монету. И я уже вижу, очень много чего-то там написала. Оля уже готова, мы уже можем послушать и поаплодировать, и поддержать. Мы можем даже подпеть. Последняя строчка прям не должна ложиться. Давайте, вот добавь. Давай. Я написала только сейчас. Мы знаем, мы об этом и говорим. В общем, мотив простой. Каждый день они вещают, будут нас и удивляют, веселят и раскрывают нам секреты бытия. Должен с ними ты сдружиться, их включить и насладиться на канале 21-ом. И будильники Ирхи Салам. Вот как-то так, да. И будильник, как всегда. Можно было так заберутить. Ну что-то дрифу не много, но ничего страшного, мы-то не авторы. Поэтому... И не исполнители в данном случае. Ну, я старалась, я старалась. А ты вообще очень хорошо постаралась, и я слышу, что детская песенка вот эта вот, каждым маленьким ребенки и мальчишки, и девчонки. Все-таки, видимо, дважды мама откладывает отпечаток. Еще какой, Максим. Еще какой. А как на творчестве сказывается вот именно дважды мама? Я могу точно со стороны сказать, что когда ты уже была вот в положении второго, в тебе раскрылись какие-то новые обертона и что-то еще интересное. Звучание какое-то другое, да, было? А сама что чувствуешь? Наверное, я стала относиться к работе еще более скурпулезней. То есть, как... Ну, то есть, работа это тоже ребенок, да? То есть, если раньше ты мог как-то спустя рукава, возможно, да, не успевая сделать что-то, накрутить шишку, накрасить губы, пойти и петь, то сейчас я понимаю, что надо работу любить, потому что, если ты любишь свою работу, то она будет любить тебя так же. И поэтому с появлением детей как бы ни было сложно, стараюсь не собираться на мероприятия, быстро забывая туфли, не скручивая пучок на голове и не гладя платье, стараюсь делать все так же, как и раньше, даже еще лучше. Потому что, как я уже сказала, работу нужно любить. А ты чувствуешь отдачу от зрителей вот в этом случае, когда вот ты пришла такая красивая, но приолиненная и подготовленная? Да, потому что я себя чувствую уверенней. И когда я уверенно себя чувствую, я понимаю, что я делаю, о чем я пою и что я несу людям. И люди чувствуют правду. Люди понимают, что я делаю, это с правдой в глазах, с правдой в словах, и отдача есть. Когда ты несешь какую-то ложь, лицемеришь, наклеиваешь улыбку, да, там, люди это все чувствуют, публика чувствует. А если ты говоришь правду, поешь правду, то публика и любит тебя тоже по-настоящему. Какую правду или о чем Ольга Пеганова любит говорить вот в своем творчестве, в своих песнях? Как говорит мой супруг, что все песни я пишу, когда там какая-то неприятность или какое-то событие, какой-то спор, конфликт возникает у меня, и я пишу. Наверное, отчасти он прав. Чаще всего песни почему-то рождаются не от положительных, так скажем, моментов жизни, а чаще от какой-то грусти. Ну, это саблимация, видимо, в внутреннем состоянии как раз переходит в тему. Вот, да, и почему-то вот песни тоже порой в них какая-то глубина, вот именно личные переживания, какая-то, может быть, боль, какие-то упущенные часы, время, что вот ушло какое-то время туда, что его не вернуть, что хотелось бы как-то не так все, чтобы было. Ну, не знаю, наверное, у многих авторов именно так. То есть какая-то, наверное, боль бывает в песнях. Стараюсь, очень стараюсь писать веселые песни, потому что этой боли у меня, этой тоски какой-то грусти непонятной. Достаточно, да, и так этой боли, тоски у нас в жизни достаточно. Поэтому стараюсь в последнее время писать хорошие песни, веселые, прям там, да, ну, чтобы оптимизма было больше в песнях, потому что такая музыка бодрит людей и меня тоже и работаю над этим. Ну, давай какую-нибудь авторскую, веселенькую, небольшой отрывочек, может быть, какая-то новиночка, которую мы не слышали. Ну, новиночку я готовлю, но я ее сейчас не спою, а вот из тех моих песен, из которых старенькие, из стареньких, старенькая, старенькая. В общем, такая песня у меня есть, она называется «Уметь мечтать». Давай. Припев. Меняет воду в цветах в квартире, что высоко, и на балконе закатом любуется далеко. Голодный морсый пломбир на завтрак и на обед, и вера, что все желания сбудутся. И вот все. И вот все. И на завтрак, и на обед пломбир я услышал. Слушайте, вкусно. На самом деле. Это когда я худела. Когда ты худела, ты ела пломбир. Нормально. А знаешь, я вообще терпеть его не могу на самом деле. Да? А поэтому ты его и ела. А мне казалось, что он вкусный, и думаю, что не слишком много я его могу съесть, и нормальный, вроде, и какая-то сладость, и я его мало ела, и мне было хорошо. Но я обожаю пломбир. Я не люблю мороженое. Я не люблю мороженое и не люблю дыню. Представляешь? Не представляю. Вот есть такие женщины, которые... Я обожаю мороженое и обожаю дыню. Я экономная женщина для своего супруга. А вот без чего ты не можешь прожить? Вот что у тебя такое кулинарное, например, а что вот ты? Ну, понятно, что мороженое и дыни уже все, а ты не ешь, а что ешь? Ну, в смысле, что вот, без чего не можешь прожить? Ну, вообще, я ем много чего. Я все люблю есть. Я не могу жить без воды. Вот я не могу не пить воду. Удивительно просто. Все могут она не пить. Нет, я ее пью много. Просто я люблю пить много воды. Много воды. То есть, да, допустим, даже когда я иду гулять, у меня с собой там бутылочка воды. Мама дает мне, ну, возьми бутылочку. Говорю, мам, а нет больше, ну, дайте большую бутылку воды. Говорю, я выпью. Я люблю пить много воды. Вот без этого я не могу. И я считаю, что очень это полезно. Так что, люди, воду пить полезно, метаболизм улучшается, скорее всего. Да, и мне кажется, для всех полезно, для мужчин, а для женщин пить воду побольше. А шоколад? Шоколад, знаешь, я к нему тоже, в принципе, ровно дышу. То есть, я люблю шоколад больше, чем мороженое, больше, чем дыню. То есть, ты сейчас мне скажешь, что ты не сладкоежка. Я, знаешь, больше люблю, наверное, мясо. Мясо, суп, хлеб, чем сладости и конфеты. Я чувствую, что только овощами питается. Спасибо. Ольга, ты когда-то меня сейчас убила, потому что мне казалось, что как это вообще, мне кажется, что без сладкого и без шоколада. Нет, я его ем, я его ем, я его ем и достаточно много, но вот у меня есть ряд знакомых девушек, которые прям вот любят шоколад. Они могут купить шоколадку и съесть. Я тоже так могу, купить там в определенный момент и купить. Но не делаю. Да, но не делаю это. И как-то бывает там, что какая-то работа, очень мозг должен работать, и ты можешь там сидеть, писать и что-то ешь, как бы шоколад в большом количестве. Но я вот лучше поем, наверное... Мясо. Мясо. Шашлык. С овощами. Даже шашлык. Оль, ну вот воду понятно, воду нужно пить обязательно, это для кожи, для организма полезно. А какими еще секретами красоты ты бы хотела поделиться с нашими, наверное, телезрительницами больше? В молодости, в юности я могла прийти после вечера, после шумной ночи гуляний и лечь спать с макияжем. Бывает такое, что ты приходишь, устаешь, или там не было времени, или уставшая очень, и ты могла позволить себе не снять макияж. Сейчас я стараюсь этого категорически не делать, и всем девушкам, женщинам советую не делать этого, в принципе, вообще никогда. Это очень вредно. Это очень вредно для кожи. И раньше времени просто вы приобретете морщины, кожа станет старенькой, некрасивой. Поэтому, как бы вы не были уставшие, как бы вам не хотелось сильно спать, найдите эти 10 минут, чтобы пойти в ванну, умыться, нанести крем. Будет вам счастье. А как ты относишься к таким методам, как медицинское вмешательство, хирургическое вмешательство в красоту женщины-девушки? Если это на пользу, да, если это есть какие-то комплексы очень серьезные у девушки или у мужчины, да, вот у него там, видимо, или ей не очень нравится нос, например, да, или не очень нравятся губы. Очень маленькие, и, кажется, лицо не так яркое, не такое красивое. Это была мечта всей жизни, например, да, он там еще копил годами на операцию. Я считаю, что в этом ничего такого нету, как бы, страшного, и что не нужно осуждать, глупости какие. Если порой это делается очень аляписто, да, вот какие-то, ну, часто мы видим там, слишком перекаченное что-то. Да, Нателла Версачи, например. Да, когда это так аляписто и вычурно, и ты смотришь, и ты понимаешь, что ты как-то прям вот хочешь взять умы человека, да, все с него это снять, как-то убрать все, потому что понимаешь, что за этим-то всем, возможно, и есть истинная красота, а не вот за этой маской, да, когда женщины пренебрегают операцией на губы, там, даже на скулы кто-то делает. Не люблю, когда очень вычурно. Естественно, красота, она, наверное, в этом и есть весь кайф, как бы, изюнька, да, некая. Поэтому я не осуждаю, но стараюсь, что все должно быть в меру. Думаю, что все должно быть в меру, чтобы было красиво. Оль, ну и, наверное, что-то утреннее, яркое, позитивное. Испомним для всех наших телезрителей. Я так тебя мучаю, да, сегодня? И такое. Я понимаю, просто ее с утра голос не поет, и петь сложно. Я вчера еще, говорю, в бане была с утра, ой, с утра, говорю, в бане была, была в четвертичном бане, и вышла. И вышла сегодня, и сегодня с утра тебя еще мы такие экзекуторы заставляем петь. Ну, ты понимаешь, хочется вот, кто с песней по жизни шагает, я всем говорю, тот никогда и нигде не пропонял. А давайте мы споем вместе с вами самую детскую песенку, на которую мы придумали мотив, только оригинал. Я, как всегда, вот так. Подожди. Это про обезьянок. Давай, я не помню слов. Каждому маленькому ребенку. Каждому маленькому. В каждом маленьком ребенке и мальчишке и девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, должен он ногами дрыгать, а иначе он взорвется трак в бобах и нет его. Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, появляется повсюду и является везде. Отлично. Ничего, 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 никак нет. Должен он бежать и прыгать, должен он ногами дрыгать, а иначе он взорвется трак в бобах и нет его. Отлично. Вот такое вот замечательное утро у нас здесь. Трак в бобах и нет его. Замечательно, что все у нас здесь происходит, здесь и сейчас, и все есть. И песни, и вокалистка, и, собственно, стихи. И главное, хорошее настроение. И отличное настроение, я бы сказал. Я думаю, что это настроение прямо сейчас вам передалось и на весь день вас зарядит позитивом и энергией. Автор и исполнитель, яркая личность нашего города и уверен, что за пределами тоже, Ольга Пеганова. Огромное спасибо за это утро, за этот позитив, за яркие песни. Ну еще и мама прекрасная. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Мы обязательно тебя еще когда-нибудь позовем. Я забыла. В утро, после бани, будешь нам петь сразу с самого раннего утра. Ну а прямо сейчас, друзья, посмотрим замечательный ролик о чем? Ну о секретах красоты, женской красоты. Я думаю, девчонкам будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»